Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Впереди выходные, я рекомендую вам провести их максимально хорошо, собраться силами, не растерять хорошее настроение. А настроение, я думаю, хорошее, если, конечно же, спроецировать его на финансовые рынки. Ведь те идеи, которые мы проводим, в большинстве своем случаев очень неплохо отрабатываются. Действительно, на рынке сейчас преобладают конкретные тенденции, и мы их неплохо, друзья, улавливаем. В понедельник у нас сразу с вами две встречи, это на брифинге и в ходе вебинара «Правильный понедельник», который будет посвящен основным фундаментальным событиям, которые, может быть, кому-то из вас пришлось по вынужденным причинам пропустить. Но закрываем все фундаментальные пробелы, друзья, я беру на себя эту обязанность. Сегодня давайте, как и всегда, наверное, начнем с рынка нефти. Но в этот раз я хочу еще больше сделать акцент на том, что рынок не просто развивает исходящую динамику. Мне кажется, рынок нефти – это фактически тот сектор финансовых рынков, который обречен на еще большее снижение. В комментариях видел очень много вопросов касательно того, докуда все-таки может добраться Brent с учетом той тенденции, которая сложилась. Друзья, я думаю, что, учитывая, что в данный момент котировки Brent котируются на уровне 49.25, мы можем замахнуться на цели июньского минимума 2017 года в районе 45 долларов. Я не просто так взял этот ориентир. Повторюсь, друзья, что сейчас все вертится не только вокруг коронавируса, который уже привел к снижению цен на нефть, но и вокруг заседания ОПЕК. Сегодня будут конкретные решения, рекомендации даны. Все знают, как действует. Друзья, ну вот не многие могут взять ответственность и разделить эти солидарные меры со всеми. Я сейчас акцентирую внимание на России. Для российской экономики, повторюсь, друзья, с учетом уровней, с которых брали ориентиры при верстке бюджета, цена на Brent составляет 45 долларов за баррель. Поэтому, если мне бы задали вопрос, как вы думаете, с какого уровня решительность России может стать настолько, что Россия будет готова поддержать любые инициативы по дополнительному сокращению, я думаю, что не раньше, чем когда котировки доберутся до уровня 45 долларов за баррель. Что касается рекомендаций ОПЕК, последнее, опять же, заявление от представителей Ближневосточного картеля. Объем нефтедобычи нужно снизить на полтора миллиона баррелей. Миллион возьмут на себя страны непосредственно ОПЕК, но 500 тысяч должна будет взять на себя Россия. Друзья, повторюсь, что когда мы обсуждали с вами возможность сокращения добычи на 600 тысяч, уже тогда были сомнения в том, что Россия поддержит новые условия и возьмет на себя обязательства дополнительного снижения, которое, по идее, должно действовать аж до конца 2020 года. За день, собственно, до начала заседания ОПЕК вышли данные от администрации энергетической информации, на основании которых мы с вами убедились в том, что Штаты достигли нового рекордного показателя по нефтепроизводству. Фактически, то, что сейчас ОПЕК сокращают добычи, это благо для нефтепроизводителей США. И когда страны ОПЕК пытаются как-либо повлиять на котировки, поддержать их, американским производителям, собственно, плевать, какие цены они сохраняют амбиции, продолжат экспансию на мировых рынках и очень неплохо с этой задачей справляются, потому что за то время, когда действует коалиция энергетического факта, вот эта организация ОПЕК+, и обязательства по снижению добычи Соединенные Штаты Америки вышли на вторую позицию по объему экспорта. Выводы, друзья, делайте сами. Это бесит, конечно же, те страны, которые очень сильно зависят от экспорта. Бесит почему? Потому что они снижают нефтедобычу, при этом цены остаются на многомесячных или даже многолетних минимумах, но они теряют долю с такими обязательствами. Вот почему Россия сейчас активно сопротивляется. Я допускаю, что может быть чудо, и Россия пройдет на какое-то сокращение добычи, но не думаю, что оно будет серьезным. И уж тем более я не думаю, что оно сможет полностью компенсировать то катастрофическое падение спроса, которое мы сейчас наблюдаем. А поэтому, друзья, повторюсь, что цель по бренду лично для меня находится на уровне 45 долларов за баррель. Доллар иена 105.79, мы достигли целей 106. В принципе, нужно держать дальше. Почему? Потому что трейдеры активно ставят на то, что ФРС будет дальше стимулировать экономику посредством снижения процентных ставок. Когда будет следующее решение? Друзья, да, наверное, совсем недалека, собственно, этой перспективы, потому что впереди заседание Федрезерва, по-моему, 18-19 марта, то есть фактически через две недели. И ставка снова может быть скорректирована на, в этот раз, возможно, не на 0,5%, а на 25 базисных пунктов. Количество заболевших растет в США, в Нью-Йорке, в Лос-Анджелесе. И, в принципе, уже режим чрезвычайного происшествия, в принципе, объявлен. Я думаю, что вы все об этом знаете. Но это все отсылки, опять же, к факту эпидемии, которая распространяется по всему миру. Goldman Sachs считает, что пара доллар-иена не просто будет снижаться, а достигнет минимума 2013 года в районе 95. Я думаю, что это крутовато, но также предлагаю замахнуться на амбициозную цель, это 105. Золото, друзья, 1678, рукой поддать до долгосрочной цели 1700. Держим ее, я думаю, что мы до нее доберемся. Друзья, я не просто так упустил данные по Non-Farm Perils, я думаю, что многие, может быть, будут меня критиковать, но я считаю, что статистика по рынку труда сейчас, в данный момент времени, когда она не отражает реального положения дела, ведь мы говорим о влиянии коронавирусной инфекции, а об этом влиянии на американскую экономику, именно на показатели, основные макроэкономические показатели, говорить еще слишком рано. Только спустя месяц мы получим реальные цифры. Поэтому лично для меня сегодня Non-Farm Perils особого интереса не представляет, но если вы считаете, что я не прав, можете поделиться вашей позицией в комментариях. Евро против доллара 1.12.35 выросли, друзья, но я жду Европейский Центральный Банк на следующей неделе и жду, опять же, объявления новых мер экономического стимулирования. Детальнее поговорим, опять же, уже в понедельник. Фунт против доллара 1.29.52. Я здесь также уверен, что у фунта есть очень хороший потенциал для снижения. Почему? Потому что вчера были объявлены итоги первого раунда переговоров ЕС и Англии, и представитель Европейского Союза Мишель Бранье сообщил о том, что разногласия по-прежнему титанические между странами. Это негатив. И к тому же, друзья, не забывайте, что Англия – это одна из стран Большой Семерки. Страна, которая обязана снизить процентную ставку как совместные солидарные решения по факту тех договоренностей, которые были достигнуты. Банк Канады и ФРС это уже сделали, поэтому ждем сейчас Банк Англии и Европейский Центральный Банк. Я думаю, что решение Банк Англии также может быть внезапным и внеочередным, и до 26 марта ставка может слететь. Поэтому ждем давления на фунт. Можете не разделять мою позицию, но я думаю, что фунт может показать серьезное ослабление. Австралиец 0,6594, цель 0,65 сохраняется. Доллар канадец 1,3407, цель 1,35 также выдерживается. Мы ориентируемся на последний вчерашний комментарий руководителя Банка Канады Полоза, который дал понять, что ставки могут быть снижены уже на следующем заседании повторно. Сегодня рынок труда. Я думаю, что ожидаемая плохая статистика станет вместе с снижением цен на нефть и еще одной причиной, почему канадец будет валиться против доллара. На этом все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.